В Махачкале, на месте, где планируется возведение Кафедрального собора, епископ Махачкалинский Грузненский Варлам совершил божественную литургию, а также освящение поклонного креста. На торжественное мероприятие приехали гости из Кизляра и Ставрополя. Все подробности у Сакинат Малаевой. Возвести православный Кафедральный собор предполагается в честь князя Александра Невского. Когда-то одноименный храм был в столице республики. Расположенный на возвышенном берегу Каспийского моря, у подножия горы Анжаарка храм вместе с Петровским маяком служил прекрасным ориентиром для проплывающих мимо судов. В 1939-м Александра Невскую церковь закрыли, а в 1952-м приняли решение о ее сносе. Мы очень довольны, что для нас тоже открыли храм именно в таком месте. Хочу сказать, что не забыли и про нас, помогли нам, выделили участок. Построим и здесь будем ходить молиться. Я думаю, что даже приезжая из Кизляра, люди будут приезжать сюда, чтобы посмотреть, зайти в храм, поговорить с Богом. Я очень рад этому событию. Почему? Потому что в Махачкале только одна церковь была, насколько я знаю. В первом Махачкале находится. Вот это второй будет храм. Здесь большой, обширный микрорайон, где очень много населения. Я так думаю, будут востребованы здесь тоже. В праздничном богослужении приняли участие духовенство и хор Махачкалинской и Грозненской епархии, представители Тихорецкой и Кареновской епархии, хор Ставропольской духовной семинарии. Много верующих приехали со Ставрополя и Кизляра. Стоит отметить, что на месте строительства будущего храма торжественная литургия проводится впервые. После торжественной литургии и освящения поклонного креста епископ Махачкалинский и Грозненский владыка Варлам прочитал праздничную проповедь. Это знаменательное событие. Благоверный князь Александр Невский является нам великим примером христианской любви и мудрости духовной. Его время правления на Руси и княжения было очень сложным. Необходимо было сплотить русскую землю, княжество. Брат нападал на брата. И вот он, будучи молодым совершенно человеком, одержал величайшую победу. Он разгромил крестоносцев. Следующий шаг – это начало строительства кафедрального собора. Точной даты пока нет. Но, по словам представителей Махачкалинской и Грозненской епархии, произойдет это очень скоро. Секрет Малаева, Саид Кутиев. Время новостей.